Дорогие друзья, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня у микрофона» с вами я, редактор Светлана Вишнякова. В нашей студии сегодня гости – люди мира музыки. Я представлю художественный руководитель филармонии Якутии, председатель Союза музыкальных деятелей Якутии, дирижер Государственного симфонического оркестра «Симфоника Артика», академик духовности Республики Саха-Якутия, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия, заслуженный работник культуры России Наталья Владимировна Базалева. Наталья Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. И вторая наша гостья – заместитель директора Государственного театра коренных малочисленных народов Севера, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, отличник культуры СССР, лауреат премии «Золотое перо» 1980 года Виктория Алексеевна Анисимова. Виктория Алексеевна, здравствуйте! Очень приятно! Спасибо, что пригласили! Спасибо, что вы пришли. Я знаю, что у вас очень насыщенная осень. Фестиваль в эту осень радует всех горожан, всех гостей нашего города, нашей республики, кто приезжает в Якутск. И он продолжается до сих пор. И, пожалуйста, расскажите о том, как он набирает обороты. Спасибо, что пригласили. Действительно, каждую осень филармония Якутии радует наших земляков тем, что ежегодно мы проводим в октябре месяце фестиваль «Северное сияние» международный, арктический. В этом году он посвящен 100-летию автономии республики. Всегда он посвящается Международному дню музыки. И фестиваль идет. Прошло уже 9 концертов. Осталось буквально немножко. Три концерта. Последний будет 29-го. У нас есть афиша. Можем режиссёру показать. Да, пожалуйста, можно, чтобы крупным планом наши зрители это видели. Мы открыли этот фестиваль очень знаково и знаменательно. В день государственности нашей республики 27 сентября. И на сцене был легендарный Игорь Бутман со своим коллективом, квартетом и квинтетом. И более того, в составе приняли участие наши артисты коллектива «Арк Артика». И нам так повезло, что к 100-летию автономии Игорь Бутман привез 100-летие российского джаза. Такой был старт фестиваля. Следующий концерт – это был концерт с замечательным музыкантом, лауреатом международных конкурсов, пианистом Филиппом Капачевским и симфоническим оркестром. Международный день музыки. Хоровой коллектив порадовал нашу публику. Ну и далее я хотела бы сакцентировать, что нам очень повезло. И в период фестиваля дважды наш главный дирижер Фабио Мастранджело представил две программы. 4 и 7 октября. Далее 10-го наш духовой оркестр представил программу. Была программа органной музыки. В общем, фестиваль очень насыщенный. Впереди у нас концерт 22 октября. О нем я скажу подробнее. 25-го мы снова ждем в гости джаз, квартет Алексея Черемизова, город Санкт-Петербург. И из Франции мистер Мелви, вокалист, будет представлен. Ну и 29-го будет закрытие фестиваля, будет звучать симфоническая музыка. Я рада, что мы резюмировали мероприятие фестиваля, потому что есть чем гордиться. Столько красивой музыки в Якутске звучит. Это просто потрясающе. Огромное вам спасибо за то, что вы даете возможность вот к этому прикоснуться, искусству, к этому волшебству. Вы упомянули, что концерт, вот завтра будет концерт, 22-го числа. Мы можем коротко о нем рассказать. Да, конечно, обязательно. И пригласить слушателей и зрителей. Ну, я хотела бы, прежде чем сказать о конкретном концерте, сказать, что Союз музыкальных деятелей Якутии инициировал в рамках фестиваля проведение трех концертов, которые уже отзвучали. Это концерт 4 октября под названием Александр Невский, симфонический оркест исполнял. И концерт Духового оркестра и симфонического хора прозвучал у нас тоже. И третий концерт, это концерт завтра, 22-го октября, в Культурном центре Северо-Восточного федерального университета в Сергиляхске «Огни» под названием «Мы с вами своих не бросаем», где будут собраны в составе концертной программы многие коллективы нашего Союза. Не все по разным причинам могут принять участие. Например, алданские коллективы в силу Ледостава уже не могут к нам присоединиться. Такой большой проект мы осуществляем второй раз. А вот эти три концерта, 4-го, 10-го и 22-го, они направлены в адрес поддержки наших мобилизованных якутян с целью, что все вырученные средства и от продажи билетов, и пожертвования, которые можно сделать, уже находясь непосредственно на концерты, они будут направлены нашим землякам-якутянам. На сегодня двух концертов мы уже собрали 107 тысяч. Надеемся, что завтра будет больше. И, естественно, эти средства очень необходимы нашим ребятам. Самые нужные нужды можно решить с помощью и нашей небольшой, так сказать, доли участия в их задачах. А объединит этот концерт, конечно же, музыка. Музыка прекрасна, музыка вечна. Она лечит, она вдохновляет, она помогает проживать самые разные периоды нашей жизни. И я думаю, именно музыка объединяет нас прежде всего в нашем проекте. Я должна сказать, что вот такой масштабный проект мы проводили ранее, в 2019 году, союза нашего молодого союза. И он тогда еще и в рамках нашего фестиваля был посвящен устойчивому развитию, который проводил Северный форум. И припоминая вот этот уникальный, я считаю, проект, где были объединенные хоры, объединенные оркестры народных инструментов, симфонической музыки, духовых оркестров, он был помасштабнее, чем сейчас. Но тем не менее, союз блестящий справился с задачей. И мы тогда тоже, да, Виктория Алексеевна, были объединены музыкой. И вот завтра, да, завтра у нас будет объединенный духовой оркестр, объединенный хор, и будут представлены коллективы нашего союза, те, которые реально могут принять участие. И, дорогие земляки, я надеюсь, что проект союза вызовет какой-то отклик в ваших душах, потому что там у нас будут и большие, и маленькие, и поющие, и профессионалы, и художественная самодеятельность, и танцующие будут. Поэтому концерт будет очень интересным. Я посчитала, там 15 музыкальных коллективов, творческих коллективов выступают, как 15 народных республик. И вот слово «союз» всё время звучит. И вот это вот словосочетание «мы вместе», да, вот оно действительно для поддержки, для поддержки духа и для такого единения. Это замечательное мероприятие. И отлично, что вот «Союз музыкальных деятелей» Якутии, председателем которого вы являетесь, вот так это всё организовал. И как раз Виктория Алексеевна, вы один из участников этого концерта завтрашнего. Расскажите, пожалуйста, о том, чем вы порадуете слушателей, зрителей. Ну, я очень благодарна, Наталья Владимировна, что вы нас пригласили. Мы давние партнёры. Да. И вот с того времени, как 8 января 2018 года, мы заключили соглашение, вы нас приняли в «Союз театральных деятелей Республики Саха-Якутия». Мы постоянно проводим вместе мероприятия. Они нас приглашают. И то, что вот когда только начали говорить об этом концерте, что 22 октября мы вместе своих не бросаем, мы, конечно же, без слов, как только было сказано «надо», мы готовы, сказали. Мы готовы. Так как наш театр коренных малочисленных народов Севера, он создан на базе народного ансамбля «Гулун». И все знают, что «Гулун» – это один из лучших танцевальных коллективов не только нашей Республики, но и России. Это надо отметить. Постоянный представитель нашей Республики везде – и в Москве, и в Питере, и за границей – везде его знают. И, естественно, вот в этом концерте мы выступаем как народный ансамбль «Гулун». представляем наши танцы, они все. И вот благодаря тому, что мы вот не раз совместно выезжали на парад военных духовых оркестров, у нас есть совместные номера, которые под сопровождением вот этого вот духового военного оркестра. И поэтому нам это было легко. И мы с радостью завтра будем выступать. Мы уже готовимся, уже репетируем. И вчера репетировали. Сегодня у нас спектакль «О чем поешь ночи белая волчица» вечером. Но завтра мы готовы выступать в этом концерте. Я рада, что мы тоже частичка той силы, которая поддерживает наших мобилизованных ребят. Мне хотелось бы немножечко расширить границы нашей дружбы с ансамблем «Гулун». Она началась задолго, даже до того, как возник у нас союз. И вот Виктория Алексеевна сказала, что мы принимали участие в фестивале военной музыки. Это была Франция, два города, два разных фестиваля. Наш духовой оркестр Лина – «Ривербрас», «Балалайшники», «Баланс» и ансамбль «Гулун». Далее, опять же, в этом составе выступали в Хабаровске, в Южной Корее в фестивале. Более того, Виктория Алексеевна и Любовь Алексеевна представляли вместе с ансамблем «Гулун» и государственным концертным оркестром Якутии, который у нас базируется в городе Алдан, в Бразилии, нашу Арктику. Об этом я обязательно расскажу. Да, она расскажет. Я просто говорю о том, насколько давно мы уже совместные проекты делаем. И, конечно же, мы очень дорожим этой творческой дружбой, этим творческим союзом. А нашему союзу в этом году исполнилось пять лет. Мы очень молоденький союз музыкальных деятелей Якутии, и мы являемся подразделением Международного союза музыкальных деятелей, который в Москве, и возглавляет его Александр Сергеевич Соколов, президент Головного союза. И, в общем-то, наш союз много задач и не ставит. Это время от времени осуществлять совместные проекты, потому что каждый участник союза – это самодостаточные коллективы, это и учебные заведения, это и творческие коллективы, и представители театрального искусства. Но еще есть возможность поощрять не только от нашего союза, но и достаточно серьезные награды и поощрения от Международного союза получают наши члены союза. Но есть такой фактор, очень важный, интересный. Я думаю, Виктория Алексеевна сейчас поделится, что так как мы являемся общественной организацией, не коммерческой организацией, а, безусловно, возможность выиграть грант на то или иное необходимое, в общем-то, явление, творческий проект. И на сегодня через наш союз выиграно два гранта, но первенец, первый грант – это наш театр малочисленных народов «Игулон». Мы буквально через две минуты продолжим говорить о грантах и о концертах, которые предстоят в эти дни. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Продолжаем говорить о предстоящих концертах, которые дарят нам люди музыки. Сегодня в нашей студии заслуженные музыканты – это Наталья Владимировна Базалиева и Виктория Алексеевна Анисимова. Мы уже начали говорить о предстоящем концерте. Он пройдет завтра. Мы с вами своих не бросаем, он называется. Наши гости сегодня пришли не с пустыми руками, а с подарком. Они дарят нашим слушателям и зрителям вот такой билет на две персоны на завтрашний концерт. И чтобы его выиграть, я предлагаю задать какой-то интересный вопрос для наших гостей. Пусть их будет несколько, а в конце эфира мы выберем, какой самый интересный, и получить вот этот билет. Завтра прийти на замечательный концерт, где будет очень много творческих коллективов, много хорошей волшебной музыки. И как раз мы в первом блоке рассказали, что это возможность сотрудничества. И я вижу, как вы рады друг с другом работать. И вот пусть такое мероприятие, конечно, оно не совсем про радость и про слезы, но тем не менее это возможность объединиться, возможность порадовать друг друга своим творчеством совместным. Я всегда рада. Давайте тогда продолжим. Я вас прервала. Вы рассказывали о том, какое выступление вы готовите для зрителей завтра. И самое интересное то, что вот когда мы стали членами вашей организации, мы просто очень обрадовались. И у нас была на очереди постановка спектакля «Проклятое стойбище». И главное, как всегда, не хватало денег. Как всегда, это везде в культуре, да. И поэтому мы, когда обратились к Наталье Владимировне и говорим, мы хотим написать грант под вашей гидой, может быть, выиграем и поможем, чтобы этот спектакль увидел жизнь. Потому что спектакль фольклорный, именно долганская молодая писательница на основе долганских легенд написала рассказ, повесть. И вот написали пьесу, и мы начали работать над грантом. Постановка спектакля «Проклятое стойбище». Там основное было то, что нам нужны были долганские костюмы. А долганские костюмы, они отличаются тем, что они очень красивые. Там очень много бисера. Орнамент вообще такой уникальный. И красочный бисер. И, естественно, костюмы получались очень такие дорогостоящие. Из натуральной ровдуги, из ровдуги. И мы написали грант на изготовление этих дорогостоящих костюмов для главных героев. И что самое интересное, мы выиграли этот грант благодаря Союзу музыкальных деятелей. Это был первый грант, который получил поддержку на реализацию проекта. И вы можете прийти на наш спектакль, увидеть наш спектакль «Проклятое стойбище». Наши красивые костюмы, вы удивитесь, они действительно по эскизам именно долганского Юрия Васильевича Спиридодова, долганский художник. Он прямо контролировал, смотрел вот эти вот орнаменты, все сочетания. И у нас получился этот спектакль. Спасибо вам большое, мы очень благодарны. Нашему Союзу. Да, вот такие партнерские отношения. Это не единственный грант Союза музыкальных деятелей, вы дальше продолжаете выигрывать грант. Да, это не единственный. Попыток было не одна, мы хотели многие, и наши коллеги, участники нашего Союза тоже пытались. Но на сегодняшний день мы выиграли второй грант, его подала филармония Якутия, и он направлен в адрес тех людей с особенностями. Грант называется «Музыка и слово». Это мы выпускаем книгу, аудиокнига для слепых и слабовидящих. Она уже готова в объеме 600 экземпляров, и мы ее уже презентовали, а перед презентацией еще было пять встреч в библиотеке для слепых и слабовидящих, где мы проводили творческие беседы с артистами филармонии. И вот сегодня мы рады очень буквально, вот на днях это произошло, что наш Союз выиграл еще вот такой социальный грант в поддержку тех, кому сложнее живется. Это для наших вот якутиан и земляков, и эти аудиокниги будут разосланы везде по территории республики, где есть потребность, да, вот именно в этом виде аудиопрослушивания. И вы знаете, вот такая вот связь получается, что вот мы так вот буквально недавно на днях это все выиграли, а вот стартовал наш фестиваль, да, джазовый фестиваль Игоря Бутмана, и музыкант-пианист Олег Акуратов, блестящий музыкант, пианист, вокалист, он ведь тоже не видит вообще ничего. Но вы знаете, ведь порой люди, обделенные чем-то вот таким, что им осложняет жизнь, они являются очень талантливыми. И наша задача всего общества сделать их жизнь более, ну, легкой нельзя сказать, но чтобы они имели возможность соприкоснуться со всем этим миром прекрасного, что есть в этой жизни. Вот в данном случае наш союз вот очень рад, что вот такое случилось, и мы выиграли второй кран. Сколько радости подарил Олег Акуратов, вот слепой музыкант на концерте джазовом. Это просто зал вообще был в восторге, все аплодировали. Он же разучил песню на якутском языке. Да, он вообще, он талантливейший во всех отношениях, он полиглот с точки зрения языков, и мы общались с его папой, его так полюбила наша публика, сколько за кулисами к нему подходило наших земляков, все с ним фотографировались. Потому что, вы знаете, талантливейший человек, и тут ничего не замечается, наоборот, только большое уважение, что вот, несмотря на эти сложности, да, просто человеческие, он достиг таких высот, как возможно, тут имея, да, зрение, тут не всегда вот как-то в чём-то реализуешься, а тут человек, который лишён этого, и как он вообще, он так хорошо говорит, он прекрасно пел. Вот настолько попадание это было во все эти музыкальные номера, это было потрясающе. Я была в восторге просто, была на этом концерте, благодаря филармонии, спасибо за приглашение, и также спасибо за приглашение на завтрашний концерт. С вашей лёгкой руки соприкасаюсь с классической музыкой, с джазовой музыкой, очень благодарна вам, спасибо. Столько дарите хорошего вы, и я думаю, что наши зрители и слушатели наверняка захотят пойти на завтрашний концерт, и на концерты в последние дни, которые состоятся в октябре. На завтрашний концерт вы можете, чтобы попасть и выиграть сегодня билет, позвоните нам по телефону 32 00 66, 32 11 66, и задать интересный вопрос нашим гостям. А мы в конце эфира решим, какой из них будет самым интересным, и вы получите билет на завтрашний концерт, средства от которого пойдут на помощь мобилизованным бойцам, которые защищают сейчас нас. Продолжим говорить про мероприятия осени. Ещё какие-то, может быть, есть акции патриотические, которыми вы порадуете наших? По поводу патриотической акции, ну вот, пожалуй, 22-го – это завершающая акция вот этих трёх, не так далеко стоящих друг от друга концерта, я думаю, что акции ещё будут, и будут не только у Союза, но и наши коллеги, проводя свои мероприятия, концерты, спектакли, безусловно, тоже реагируют и будут реагировать вот на эту ситуацию в помощь нашим землякам, которые мобилизованы. А вот если говорить, что уже сейчас происходит, я могу сказать, что уже по линии Министерства культуры и духовного развития формируются творческие бригады, и первая бригада уже работает на территории Дальневосточного федерального округа, возглавляет её председатель союза театральных деятелей эту бригаду, и в составе этой бригады у нас два солиста хора тоже принимают участие, и они уже дают концерты для наших якутян. В дальнейшем будут тоже создаваться и такие бригады, и отдельные коллективы будут работать, как и на территории Дальнего Востока, это Приморский край, Хабаровский, Еврейская автономная область, Амурская область, Бурятия, Чеченская область, безусловно, но и, естественно, и там, где уже происходят близко боевые действия. Но это всё впереди, этим занимается Министерство культуры, и мы как учреждения, союзы тоже реагируем, поддерживаем эту задачу. Творчество тоже собираемся выезжать. Творчество очень поддерживает, и дух, музыка всегда нужна была, и хорошая музыка тем более поддерживает дух, и сплочает людей, и даёт им возможность эмоции какие-то свои наружу вынести, посмотреть на них. Да, я хотела бы, знаете, продолжить разговор. В определённое время я долгие годы руководила государственным концертом-оркестром в Якутии, сейчас мою работу продолжает Юлия Сергеевна Швецова, но мы в начале этого столетия или этого тысячелетия начинали работу по воинским частям на территории Дальневосточного федерального округа. И в качестве примера хочу привести такой пример. Так случайно получилось, что мы оказались в одной из частей Хабаровского края, где было более 60 наших ребят-якутян. И с нами в концертной программе принимала участие Анна Дичковская, солистка оперы и балета. И когда ребята слышали якутскую музыку в исполнении оркестры, а когда особенно Анечка пела на якутском, это не передать, какая была поддержка для ребят, просто проходящих армейскую службу. Я это никогда не забуду. И фотографии есть. Мы фотографировались, и они по-якутски разговаривали, сняли. Это был такой глоточек. Родины мы им привезли. А уж сейчас-то в таких-то обстоятельствах они ещё более нуждаются в нашей общей поддержке. И поддержке, которая дарит вот эта музыка, объединяющая, дающая силы, надежду, уверенность. Ну и возможность отвлечься и увидеть, что люди приехали для тебя что-то сделали. Но прежде всего, вот даже вот музыка в любые обстоятельства, вот либо вот сейчас, либо когда, даже назову предприятие, банкроты были, проводили какие-то мероприятия, музыка даёт возможность прежде всего жить. И жить позитивно, и преодолевать сложности и задачи, понимаете? Поэтому музыка – это не только отвлечь. Музыка – это прежде всего придать силы. И вот сегодня музыка нужна. И музыка, и вообще творчество любое. Творчество, хореография, музыка, всё, что связано с словом художественным, та же поэзия, те же поэтические какие-то встречи с нашими ребятами. Это всё даст силы, уверенность. А самое главное ощущение, что они поддерживаются, что у них есть глубокий тыл, любят, ждут и верят. Вот вы правильно сказали, что музыка придаёт силы. Видите, силы нужны и нам, и тем, кто завтра, например, придёт на концерт, тем, кто здесь, кто ждёт. И силы нужны, чтобы ждать, чтобы верить, чтобы надеяться, и чтобы поддерживать. Нам тоже нужны силы. Поэтому все завтра приходите на концерт. 22 октября мы с вами своих не бросаем. Он состоится в культурном центре Сергиляхские огни в 18 часов, в 17 часов, в 17, да, в 5 часов вечера, да, в 5 часов вечера, в 17 часов. И у вас есть возможность, зрители и слушатели, выиграть билет на две персоны на завтрашний концерт. 32 00 66, 32 11 66. Можете позвонить и задать хороший вопрос. Две минуты мы на рекламу, и потом ждём ваших вопросов. Продолжение следует... Продолжение следует... Не просто по телевизору или через приложение, а именно прийти на концерт и чувствовать энергию музыкантов, и заряжаться вот этой силой, которую действительно музыка нам всем даёт. Вряд ли с этим кто-то будет спорить. И у вас огромный, конечно же, опыт, багаж того, что это происходит, вот это чудо. Может быть, вы расскажете о каких-то концертах, может быть, совместных мероприятиях, может быть, о гастролях, которые вам запомнились, именно вот этой вот силой, энергии. Ну, вы знаете, я могу, опять же, вспомнить наш первый такой проект, да, с ансамблем Гулун, когда мы выезжали во Францию. Много было интересного, прекрасные коллективы, ну, замечательные страны были представлены, да, тогда. Да, но вот всех вот покоряло, знаете, вот я уже как бы обменивалась сейчас с вами, да, вот музыка музыкой, но взгляд танцующих, да, это настолько вот сосредоточие вот этой позитивной энергетики, что не только пластикой артисты ансамбля Гулун, но и пропуская через себя и выражая во взгляде, они это делают. Музыканты – то же самое, да, музыканты как работают? Есть руководители, это большой состав оркестра или хор, да, он, безусловно, работает, и не только изучая музыку как музыку, но он её заряжает определённой энергией, определённым смыслом. И когда этот заряд воспринимается большим количеством людей, и, безусловно, когда мы на сцене, неважно какой коллектив, это не обязательно филармония, любой коллектив, да, творческий коллектив, поющий, танцующий, играющий, и вот этот заряд аккумулированной энергии через музыку мы передаём залу, и тогда получается единение, да, вот почему мы с вами, мы, музыканты с вами, мы, поющие с вами, мы, танцующие с вами, с вами с кем, с вами, дорогая публика, да, наш уважаемый зритель, земляк, мы с вами, вот это единение всех в том зале, в любом, завтра, вот, будет, в конце Сергеляхские огни, вот, мы с вами вместе, музыка, а музыка с нами, и вот музыка нас объединяет, потому что моё личное отношение, как бы, к музыке, очень, как вам сказать, ну, я ей служу, да, это весь смысл моей жизни, и это не простые слова, потому что вот есть замечательные высказывания, я действительно не знаю, кто это сказал, но я полностью с ними согласна, что всё приходящее, а музыка вечна, и второе, что между Богом и людьми есть только музыка, понимаете, вот это вот посредник, почему? Потому что именно музыка вызывает вот эту эмоциональную отзывчивость, мы можем смотреть на картину, говорить, да, хорошо, нехорошо, там, интересно, неинтересно, там, профессионально, непрофессионально, ну, вот, понятно, да, а музыка, мы что, мы либо плачем под музыку, либо радуемся, да, вместе с музыкой, либо испытываем какую-то разнообразную гамму чувств, и поэтому неважно, кто исполняет музыкальные произведения, маленькие или детки, да, или те, кто не занимается этим профессионально, или профессионалы, главное, чтобы, как я говорю, глаз горел, то есть это сопереживание музыки в себе, и тогда, безусловно, мы получаем эту отзывчивость от публики, значит, мы доносим свою мысль через музыку, да, какую-то мысль, идею свою, да, какой-то взгляд на эту вселенную, которая нас окружает, это вообще целая философская тема, но то, что музыка – это такая тонкая сфера, и когда мы получаем эту отзывчивость от зала, отзывчивость от зала, не каждый концерт может быть таким, вообще и у нас, может быть, и у других, но это дорогого стоит, значит, всё получилось, мы вместе с музыкой. Да, вот к этому я хотела бы добавить, да, вот когда мы выезжали в Бразилию, в Бразилию с филармонией, был оркестр очень большой, вот они выезжали большим составом, и наш народный ансамбль «Гулун», и вы знаете, огромный зал на пять тысяч человек, шумно, вообще они не могут собраться, дети бегают, всё, и когда оркестр только заиграл, не слышны в саду даже шороки, и зал так вот притих, и как-то все так сконцентрировались, и концерт пошёл на подъём. Это музыка, это удивительно было, и это Бразилия, конечно, вот этот наш проект был очень удачный, этот проект штаб-квартиры Юнаска, Сиофьи у нас, когда они нас пригласили, мы туда поехали, но что самое интересное, вот Бразилия нас всех удивила, для нас Бразилия – это танцы, это карнавал, это самба, это румба, это пляжка, это ба-бама, а мы приехали в штат немецкий, вы знаете, там немецкие мигранты, там вообще Бразилия, везде в магазинах немцы, наш президент фестиваля был немец, наш продюсер был немец, вот это было так удивительно, оказывается, Бразилия имеет много этих… Очень много лиц, но вот эта музыка, вот когда зазвучала эта музыка, все вот так вот сразу сели, и такая тишина, и благодаря вот оркестру, этой музыке у нас концерт пошел, это было нечто. Да, тогда вместе с ансамблем «Гулум» принял участие Государственный концертный оркестр Якутии, который у нас работает в жанре русского оркестра. И они потом еще говорили «Еще, еще». Там очень много музыки звучало. Много-много. Много. Но нас вот в Бразилии постоянно сопровождали военные. Нас охраняли прямо все время с оружием, все. Ну, это говорили, что это бандитская какая-то страна, мол, это мы отвечаем за вас, но все равно… В общем, охрана была надежная, да? Охрана была надежная. Но музыка звучала везде, даже там, где мы в отеле жили, ребята репетировали, и собираются зрители и слушают. И так доброжелательно. И вот пятитысячный зал, он каждый день был переполнен. Знают язык, не знают, а музыка всех объединяет. Музыка, там языка не надо, и танцам тоже языка не надо. И нас очень благодарили столько вот таких благодарственных писем. Музыка объединяет не только души наши, она объединяет и страны, и континенты. Вот, поэтому это язык вселенной, да? Вот, вот. Вот поэтому, наверное, музыка между человеком и Богом. Да. Потому что слова не нужны. Да. Не нужны абсолютно. Разговор души. Да, вообще разговор пошел, концерт пошел, и все в настроении, и прямо вот как идет, когда энергетика из зала, и со сцены, то сразу от копчика такая спираль идет, вот вибрация такая. И это значит отлично. Но музыка чудеса творит. Еще я отметила на джазовом концерте, я сама не знаю джаз хорошо, но если он исполнен вот талантливо, это не может оставить равнодушным, даже если ты эту музыку не знаешь, особо ее не понимаешь, не сильно в теме, не сильно информирован. Все, что талантливо, оно просто тебя... Оно вызывает отклик однозначно. Здесь не надо прям вот разбирать с карандашом или еще когда-то. Все, что талантливо, оно найдет отклик в душах людей. Музыка сама по себе талантливая. Она вообще чудеса. Я думаю, завтрашний концерт наверняка отозвались именно те коллективы, у кого горят глаза, будут гореть глаза на сцене, кто хочет это сделать, кто хочет соединиться, объединиться, быть вместе. Поэтому, дорогие слушатели и зрители, завтра приходите, 22 октября. На концерт мы с вами своих не бросаем. Он состоится в культурном центре Сергеляхские окни в 5 часов. Сегодня у нас есть возможность подарить вам билет на две персоны, но, к сожалению, нет вопросов. Не знаю, почему. Вообще никаких неинтересных, неинтересных. Тогда мы как-то через... Среди своих сотрудников тогда как-то подарим нашим режиссерам один билет, а один я с удовольствием приду и возьму... Рада вас видеть. Спасибо. Взаимно. Приходите обязательно. Взаимно буду очень рада. И глаза танцоров энергетику увидите. Я уже, да, уже прям хочу смотреть. У меня так уже увлекли. Еще хочу спектакль посмотреть, который вы... Ой, приходите на спектакль. Вот «Проклятое стойбище» у нас будет... 18-го мы тоже проводим концерт, возможно, совместный, 18-го ноября. А уже 22-го ноября у нас будет «Проклятое стойбище». Мы вас обязательно пригласим. Спасибо большое. И приходите в эфир, расскажите об этом спектакле. Такие красивые костюмы можно показать. Какие-то фотографии или кусочки видео. Или какие-то особенные, да, более близко. Еще раз сказать спасибо Союзу музыкальных деятелей Якутии, да, правда? Да, это благодаря Союзу музыкальных деятелей. И у нас еще, сейчас в плане, еще один грант. Ну и замечательно. Будем рады быть полезными для наших творческих коллективов. Уже так получается хорошо, да? Уже какой-то такой азарт, интерес как раз получается. Хочется делать. Конечно. Хочется делать дальше. Да. И еще у нас есть же, вот согласно вашей афише, в конце октября есть еще концерты джазовые. Кто вот не успел, например, быть на открытии фестиваля, может послушать хорошую джазовую музыку. И чтобы узнать о том, какие концерты предстоят, можно зайти на сайт филармонии, да, и там. Обязательно. Вы знаете, я вот еще по поводу 25-го, да, безусловно, это джазовый коллектив, который известен нашим землякам, но в программе 22-го целые три коллектива в нашем концерте, блок джаза, вы услышите. И джазовый коллектив, который при цирке Егор Ефимов возглавляет, и ансамбль саксофонистов филармонии Якутии, и Арка Архика представляет концертные номера, которые именно будут исполняться джазовыми композициями. Да, завтра тогда получается такой сборный концерт. Да, разножанровый. И завтра, кто любит и джаз, и симфоническую музыку, и классическую, все будет, и танцы. Все будет. Все будет. Поэтому приходите, дорогие слушатели. И большие, и маленькие, разные стили, и разные жанры. Каждому что-то обязательно достанется. И профессиональные, и любительские коллективы, да, художественные будут. Спасибо большое, слушатели и зрители, за то, что были сегодня в этом часе вместе с нами. Я еще раз, да, закончился наш эфир так быстро, да, оказалось так много времени. Еще раз хочу сказать спасибо нашим гостям, заслуженным музыкантам. Не буду причислять много регалий. Наталья Владимировна Базылева и Виктория Алексеевна Анисимова. Спасибо, и пусть завтра все получится на сцене. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин